здравствуйте друзья интересный был материал до коровки вы видите слева справа красиво интересный был материал на днях где опубликовали такое исследование по поводу благосостояния афроамериканцев в процентах от благосостояния белых имелось ввиду на семью и там был очень интересный такой результат в этом исследовании потому что очень много лет считалось что есть три фактора которые определяют материальное благосостояние семьи значит во первых это уровень образования во вторых это занятость то есть работают люди или они не работают скажем два человека в семье работают один человек работает и третий фактор интересный это крепкость этой семьи то есть когда семья разваливается когда женщина воспитывает одна детей когда они расходятся и они вынуждены там распродавать свое имущество и дальше в общем у них какие-то их пенсионные планы рушится и так далее так далее вот насколько крепкая семья тоже вот оказывается фактор материального благополучия семьи и опубликовали результат интересный значит что получается в процентах от белых за последние там я не помню 20 или 30 лет уровень образования афроамериканцев вырос 40 процентов там где-то до 65 конечно уступает еще белым но в целом мы видим рост серьезный с точки зрения занятости без разницы один одно и то же то есть практически там плюс-минус один проценте градусов можно сказать что никакой разницы нет и с точки зрения крепкости семьи тоже в общем то получше стало у афроамериканцев но у них крепость семьи уступала потому что в элфер потому что многие знаешь там они и не женились никогда и там воспитывали детей без отца и разводились мексиканские крепкие уж они католики они верующие да так вот как-то семья стал покрепче у них и вроде бы должен был сокращаться в целом разрыв по благосостоянию материальному а разрыв за эти годы увеличился то есть грубо говоря относительно белых да притом при росте тех показателей которые влияют казалось бы влияют на благосостояние тем не менее стало хуже и ну я никак не объясняю значит там эта тема которую можно объект объяснять интерпретировать какие-то выводы делать я не пытаюсь этого сделать но я пытаюсь что сказать что вот что фактор крепко крепости семьи насколько крепкая семья оказывается очень важный фактор материальном благополучии семьи и при том что можно сказать что это почти очевидный факт почти очевидный факт если задуматься этим но я никогда об этом не думал и в общем-то в этом что-то есть в этом безусловно что да и у тебя было что-то насчет ну да ты понимаешь как это как так у нас называется кече тву не туда замкнутое кольцо потому что видишь как ты прочел что крепость семьи семьи влияет как бы положительном смысле на ее благосостояние но с другой стороны тут есть и другая сторона медали что в материально благополучных семьях крепость семьи при всех прочих равных выше чем в неблагополучных финансовых семьях то есть в финансовой благополучной семье легче построить крепкую семью чем на целом все время задавляют финансовые проблемы тебе негде жить нечего кушать нечем кормить детей нет у меня нет ли ребенка здесь обратная связь да да есть обратная связь и вот просто вот в этом да в понимании этой обратной связи потому что но ну там мы понимаем что хорошо иметь крепкую семью да и тогда у нас будет все хорошо буду состоять лучше лучше да и на другой вопрос а как ее иметь когда нету этого самого благосостояния вопроса воспитания нет а что 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 мы можем сделать и что мы можем хотя бы понимать в этом смысле что мы можем сделать да чтобы эту семью как-то укрепить и вот я думала на эту тему и у меня возникла такая мысль что конечно бытовая неустроенность когда например молодые люди женятся и и там допустим молодой человек приходит к супруге до железо жить или наоборот девочка приходится ему все живем мальчика до возникает на такой интересный момент что вот у каждого человека должно быть свое место свое место в семье свое место в обществе на место на работе и так далее твоя комната стоп подожди в комнате мы еще подойдем комнаты тысячи не место комната это шире немножко да а вот свое место и получается так что когда молодые люди желают пожениться да они говорят ночью там у меня есть комната да и как бы вроде все нормально комната имеется ввиду какой-то есть место да и что в этом месте находят где у человека в этом доме будет свое место к сожалению получается так что в семье вот допустим мальчик живет в семье с родителями и у каждого в этом себе в этой семье есть свое место годами выработанное и каждый уже на этом месте чувствует себя комфортно когда приходит новый человек в семью да он своим появлением носит комфорт сложившуюся систему вот этого места образования ну и этого человеку сознательно нужно дать и отвести какое-то определенное место не имеешь ввиду чисто физическое место она очень сильно взаимосвязано то есть например когда приходит допустим девочка у них есть общая койка понятно что девочка в этой койке чувствует себя комфортно на кухне на кухне и она вынуждена там со свекровью как-то там делиться бодаться там и так далее у него появляется как-то место на кухне а где у нее еще есть место я вот думала на эту тему очень сильно значит вот когда я была маленькая что-то какой-то разговор у нас был с родителями потому что родители спальни стоял у папы стоял письменный стол и что-то мы там думали про перепланировку что-то такое вот это зачем без зомам грида папина место значит папе на место это значит что в этом месте он сидит есть своя доля прайвиси да это то где он занимается своими делами и это его место с его энергетикой где он может почувствовать себя комфортно это в большей громадной комнате где там еще люди давали движутся это тоже был частый что-то что если человек не думает о том что другому человек который пошел к ним семью нужно иметь свое место эти вопросы не решаются получается что молодые семьи они становятся шаткими именно от того что чеканицу места у него нет зоны комфорта где бы он чувствовал себя уверенно где бы он чувствовал себя комфортно видишь это его место но это интересная тема она конечно не связан с афроамериканской 7 если я поэтому удивилась с этого начал но она делает Дело в том, что она связана, безусловно, и тут возникает вот эта крепость семьи, как такой обоюдный связывающий элемент благополучия, да, то есть где одно влияет на другое. Я понял. То есть, что можем сделать мы для того, чтобы семья была крепкой? Мы, например, можем подумать о том, что человек должен иметь какое-то место, и вот какое, например, у него место. Да, вот, например, очень часто там женщины жалуются, что мужчины какие-то неинициативные, ничего не делают дома. Вот он приходит, заваливается на диван, смотрит телевизор, и оказывается, что в этом доме, кроме его там семейной поселия и дивана, у него больше нет другого места. То есть ему и деваться-то некуда. Ему и деваться-то не было, да. Если бы у него было какое-то другое место, где бы он чувствовал себя комфортно, может быть, он бы чем-то другим еще и занялся. У меня, например, бывает такая ситуация, вот сейчас у меня есть там свой офис и стол там и так далее, то есть у меня, я не мыкаюсь, у меня есть место. Когда мы в Лассалтес жили, у меня был свой офис, у у меня был громадный красивый стол и у меня тоже было место. А вот временами какие-то промежуточные состояния были, когда вроде бы и есть место, но это не мое место, я не могу там находиться, я лучше на работу пойду. Нет, вот это вопрос уже другой, понимаешь? Значит, место определяется тем, где человек чувствует себя комфортно, а то, где он чувствует себя комфортно, определяется тем, чего он хочет там делать на этом месте. Понимаешь? И тут возникает такая ситуация. Например, он хочет, чтобы его не трогали, вот он сидит в этом месте. Вот он сидит в этом месте, хочет, чтобы его не трогали. Да. Это место должно быть достаточно сейв для него. Безопасным. Да? Чтобы его там не трогали, чтобы у него была какая-то прайвеси. Причем это не значит, что это может быть отдельная комната. Это может быть кресло в углу под лампой, где он сидит и читает свои книжки. Это может быть место у телевизора, где он смотрит телевизор. Но вот это вот обеспечение его персональной безопасности в этом месте, где на него никто не посягает. Да. Да? Вот это вот очень важный фактор для крепости семьи. Надо сказать всем женщинам, которые нас смотрят. А это же относится, между прочим, и к мужчинам тоже, чтобы они понимали бы отношение к женщинам, что у нее место не только в койке, а и на кухне, понимаешь, кстати. Да. Есть такие женщины, святые, что они ни в койке, ни на кухне самого места не находят. Да? Да. Такие тоже есть. Ну и где же тогда их место? Вот уж не знаю. Может быть, у стойки бара. Ну я не знаю. В самом случае, я вспоминаю свою семью, и у моей мамы действительно не было никакого места, кроме постели и кухни. И это было очень как-то грустно. То есть, если она даже приносила там что-то по работе, ей нужно было где-то позаниматься или что-то такое, она раскладывалась на обеденном столе со своими бумажками. На кухне? Да нет. В комнате. В комнатной квартире. Но у человека не было, вот я сейчас задним числом смотрю, не было у человека в доме своего места, кроме кухни. Да. Человек, который всю жизнь провел. Вот, друзья, возвращаемся к вопросу о том, что семья крепкая. Это там, где у человека есть место. Счастливо! 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 Счастливо!